Уважаемые коллеги, там регистрация уже практически закончилась, люди еще будут подходить, но мы начнем уже нашу конференцию. Доброе утро. Так, да, немножко ближе. Так, мы начинаем нашу третью, старшую же традиционную конференцию энергетиков Свердловской области, приуроченную и посвященную Дню Энергетика. Я организационно хочу сказать, что у нас всем розданы вот такие программы, мы ориентируемся на нее и движемся строго по программе. У нас сейчас будет час пленарное заседание, после этого час перерыв, пожалуйста, все принявите участие в открытии выставки. И в течение этого часа мы ориентируемся, где мы будем работать после, в 12 часов, у нас 12 до 2 по программам, вы видите, работа в секциях. Сейчас должны будут наклеить, чтобы нам всем не заблудиться, а именно 6 секций. Первая секция здесь, вторая вот за нами, и дальше вот здесь вот одна секция, надо будет пройти через коридор. И три секции в том направлении. Я думаю, что мы все ориентируемся в течение этого часа. Начинаем тоже работать пунктуально. Два часа, потом час перерыв, кофе-брейк, и пленарное заседание состоится здесь в 15, с 15 до 17 часов. Вот такой у нас расклад. Прошу на него ориентироваться. Так, начинаем. Я предоставляю слово министру энергетики и женщинокаммунального хозяйства Средневосковской области Николаю Горисовичу Смирнову. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Ну, во-первых, я хотел бы вас всех поздравить с наступающим нашим профессиональным праздником, Днем энергетики. Как говорится, кто празднику рад, тот заранее. Не будем говорить пьян, да отмечает его. Но мы специально в этом году развели мероприятие, чтобы наши и конференции, и выставка не совпадала непосредственно с Днем энергетики, потому что мы понимаем, что у вас свои мероприятия и на своих мероприятиях, есть желание отметить их с коллективом, поэтому мы специально в этом году сдвинули немножко вперед наши все традиционные мероприятия. Ну, следует отметить, что, во-первых, энергетика и в стране, и в нашем регионе занимает одну из базовых позиций в экономике и в промышленной сфере. Мы прекрасно понимаем, что ни развитие промышленного сектора, ни развитие жилищно-коммунального сектора невозможно без постоянной модернизации энергетических объектов электросетевого хозяйства. Ведь в наших с вами руках это и производство тепловой энергии, электрической энергии, свет, что дает, во-первых, уют в наших домах, а во-вторых, это то, что дает развиваться промышленному производству и, в свою очередь, также приносит благосостояние нашему населению. Свердловская область входит в пятерку наиболее развитых промышленных регионов, и поэтому развитие и работа энергетического комплекса Свердловской области всегда была примером для других субъектов Российской Федерации. По основным показателям наша область входит в тройку передовых регионов Российской Федерации, и мы уверенно занимаем эту позицию. И результаты, которые показывают уходящий 2011 год и показатели последних лет, свидетельствуют о том, что наша энергосистема развивается достаточно динамично, невзирая на отдельные проблемы, о которых мы с вами все прекрасно знаем. И именно это развитие носит не стихийный, а плановый характер, что свидетельствует о том, что контроль государства за этим сектором не утерян. На сегодняшний день суммарная мощность электростанции Свердловской области превышает 9000 мегаватт, если точно 9000 до 240 мегаватт. Баланс электрической мощности на сегодняшний день, к счастью, можно отметить, что он все еще является избыточен, но мы прекрасно понимаем, что этот резерв, он может быть в ближайшее время использован, поэтому задачи по развитию мощностей с нас никто не снимал, и эти задачи необходимо решать в плановом порядке именно и как по перетоку электроэнергии, как внутри субъекта, так и используя переток из соседних регионов, так и по строительству новых генерирующих местностей. Но действительно, на сегодняшний день можно отметить, что есть ряд знаковых событий, о которых необходимо говорить, хоть мы прекрасно об этом знаем, но пуск блока ПГУ-410 на Среднеуральской ГРЭС. Это знаковое событие не только для Свердловской области, но и для всего Уральского региона. Это ввод подстанции Рябина, и одно из знаковых событий, которое произошло совсем недавно, это пуск линии Северная БАЗ, которая позволила организовать переток электроэнергии из Пермского края, и самое главное, повысить надежность энергообеспечения как Пермского региона и его части, так и, самое главное, северных территорий нашей области, где намечался энергодефицит. Однако новые задачи, которые ставятся перед энергетиками, да и перед регионом, требуют нашего повышенного внимания. Все мы прекрасно знаем, как болезненно сейчас придется решать проблему по Богословскому алюминиевому заводу и в целом по алюминиевому комплексу Свердловской области. Мы прекрасно знаем, что мы не можем потерять эти объекты, алюминиевые комплексы, для того, чтобы спасти исключительно только один завод. То есть мы должны в комплексе решить эту задачу с тем, чтобы развитие завода повлекло развитие энергетики и, наоборот, развитие энергетики позволило развиваться этому предприятию. Есть задача по развитию распределенной генерации, так называемой малой энергетики, которая ни в коей мере не должна замещать объекты большой энергетики, но в то же время они должны динамично и планово решать те задачи, на которых не стоит концентрировать внимание объектами большой генерации. В первую очередь, это энергообеспечение удаленных территорий, либо решение локальных каких-то задач. Но в то же время не должно быть тех ситуаций, когда эти объекты малой генерации возникают стихийно, и потом мы с вами решаем, как же их подключить к сетям и как же загрузить эти построенные объекты с тем, чтобы не нанести ущерб в целом энергообеспечению, самое главное, надежности нашей с вами системы. Поэтому я уверен, что те вопросы, которые будут рассматриваться и на пленарном заседании, и на шести секциях, позволят задать еще ряд острых вопросов, обсудить их и выработать ряд решений, которые впоследствии будут оформлены надлежащим образом. Можно отметить, что такие материалы у нас с вами уже, я думаю, станут традицией. И эти вопросы, которые позволят потом в планном порядке их решать. Поэтому я еще раз поздравляю вас с праздником, желаю плодотворной работы и конференции, и выставки, на которой вы также примете участие. Поэтому еще раз всех вас поздравляю и желаю удачи и здоровья. Спасибо, Николай Борисович. Мы продолжаем нашу конференцию. Николай Борисович уже отметил, что сегодня есть вызовы, за которую нельзя уже отмокнуться и со стороны потребителей, такие как Богословский алюминиевый завод, и со стороны новой энергетики. Распределенная энергетика, она уже становится реальностью. В прошлый раз как раз мы об этом начинали говорить год назад. Сегодня видно, что этот разговор актуальный. И при этом это вызовы, в том числе и для большой энергетики. Что делать с ней? Как избежать этих перекосов? Мы будем говорить сегодня, конечно, и про детрадиционную энергетику, и про перспективы развития ее, и новой распределенной энергетики. И сейчас у нас по плану должен выступить генеральный директор Агентства по прогнозированию балансов электроэнергетики Игорь Степанович Кожуховский. Есть ли сейчас контакты? Может, Игорь Степанович уже приступить? Меня слышно? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, да, слышно. Слушаем вас, Игорь Степанович. Я рад приветствовать участников конференции. Вижу в зале много знакомых лиц. Очень приятно выступать в такой аудитории. Сейчас я освою. Мое выступление сегодня посвящено проблемам малой распределенной энергетики. И хотел сказать два слова, что терминология малой распределенной энергетикой генерирующей мощности нескольких десятков мегаватт приближены к потребителю, к местам нагрузки. Энергетическая стратегия ставит определенные задачи по развитию малой распределенной энергетики, оценивая ее долю в креативном балансе до 15%. Вместе с тем, я полностью согласен с репликами, которые уже прозвучали, о том, что серьезная, обоснованная государственная политика в вопросах развития малой распределенной энергетики пока не сформирована. И статистика убедительная, надежная отсутствует. Доля распределенной энергетики в балансе сейчас оценивается примерно в 5% штанов вольной эмульсести. Это доля около 2%. При этом основной типаж оборудования малой распределенной энергетики это мини-тенц промышленных предприятий. Малая распределенная энергетика приобретает очень новую струю в связи с технологическим развитием и появлением новых технологий. И не случайно, я перехожу к следующему слайду, в рамках инновационной политики правительства была учреждена технологическая мобалая распределенная энергетика среди 28 других технологических платформ по приоритетным направлениям научно-технического развития. Координаторами этой технологической платформы стали Агентство по прогнозированию баланса электроэнергетики, Интеррау и Некоммерческое партнерство, Торфино и Виоэнергетическое общество. Почему тематика малой российской экономики предъявляет наибольший спрос? Для Российской Федерации малая распределенная энергетика актуальна особенно, поскольку две трети территории нашей страны – это удаленные зоны, не присоединенные к единой энергетической системе, это территории Крайнего Севера, труднодоступные местности. Большой спрос на малую распределенную энергетику предъявляют новые цифровые технологии, да и традиционные производства, о чем я уже сказал, также активно развивают у себя распределенную энергетику, это является реакцией на достаточно высокий темп роста цен на электроэнергию, который транслируется. Огромным потенциалом роста малой распределенной энергетики является сфера жилищно-коммунального хозяйства, коммунального энергоснабжения, всевозможного рода мобильные потребители, транспорт, строительные, организации лесозаготовки и так далее. Ну и, конечно же, домашнее хозяйство, массовый спрос на установки малой распределенной энергетики. Значит, что же такое технологическая платформа? Она определяет документ инновационной политики Российской Федерации как коммуникационный инструмент, инструмент коммуникации всех заинтересованных участников в развитии того или иного технологического направления. Ну вот технологическая платформа «Малая распределенная энергетика» включает в себя на настоящий момент уже более 150 участников. Организационная структура сейчас очень проста. Это три организации, агентства прогнозирования баланса выполняют роль ведущего координатора здесь и координационный совет, состав которого на слайде приведен. Значит, в рамках платформы определена целевая структура, значит, будет создаваться некоммерческое партнерство, формируется экспертный совет и будет создана организация оператор технологической платформы «Малая распределенная энергетика». Кто участвует в технологической платформе? Ну, в силу разнородности, так сказать, и комплексности проблем и интересов, которые затрагиваются технологической платформой, участники делятся на четыре группы. Это наши традиционные компании большой электроэнергетики, сетевые, генерирующие компании, крупные институциональные инвесторы. Это потребители всевозможных видов, индивидуальные, промышленные, жилищно-коммунальные. И это очень интересный класс новых независимых компаний, компаний, которые уже сформировали свой бизнес во «Малой распределенной энергетике», инжиниринговые компании, компании, эксплуатирующие «Малую распределенную энергетику», венчурные фирмы, мелкие инвесторы. Огромное многообразие организаций, заинтересованных в развитии этого направления бизнеса. Какие технологии относятся к платформе? Прежде всего, это технологии, которые работают на газовом топливе. Причем, хочу подчеркнуть, как в сфере централизованного газоотнабжения, так и на новом виде, на сжиженном природном газе, микротурбины, парогазовые установки, газопоршневые установки, малая мощность и так далее. Сравнительно малораспространенные в нашей стране, находящиеся в стадии разработки, роторно-лопастные двигатели внешнего сгорания. Очень важен аспект того, что газ есть не везде, и его необходимо получать на ресурсах местного топлива, и поэтому получение типового газового топлива на месте из различных видов местных ресурсов, это также является предметом интересов и работы технологической платформы. Когенерация придает эффективность малой генерации по сравнению с крупной централизованной выработкой электроэнергии на конституционных электростанциях или отдельно производством тепловой энергии на котельных. Поэтому когенерация – важнейшее направление в развитии технологической платформы. Малые генерирующие установки – это всегда малые локальные энергетики, которые включают в себя не только какую-то логическую однотипную технологию, но это комбинация разных технологий, это комбинация традиционных топливных технологий с возобновляемыми источниками энергии различных видов, с накопителями, тепловыми насосами и так далее. И, конечно же, это микросмарт-грид. Поэтому тематика локальных энергетических систем является одним из центральных вопросов технологической платформы. Также технологическая платформа занимается новыми видами энергии и, в частности, водородной энергетикой. Границы интереса технологической платформы с другими технологическими платформами в электроэнергетике достаточно размыты. Вместе с тем, четыре технологических платформы, которые созданы в электроэнергетике, они дружно и скоординированно работают, продвигая приоритетные технологии в электроэнергетике. Я вот здесь на слайде привел примеры организаций, которые внедряют сегодня технологии малой распределенной энергетики. Это очень разные организации. Среди них есть и научно-исследовательские институты, и компании бизнеса, и компании телестроительной корпорации. Очень много разных организаций, каждый со своей изюминкой, каждый со своими идеями. И задача платформы состоит в том, чтобы придать всей этой работе статус государственной политики, обеспечить координацию малой распределенной энергетики с развитием крупной распределенной энергетики, с тем, чтобы они развивались не в антагонизме, а в дополнительном направлении друг к другу. И искать два направления. С одной стороны, необходимо обеспечивать локализацию производства лучших мировых технологий для того, чтобы они распространялись на российском рынке и желательно производились у нас на наших производственных площадках. Но также, и это очень важная задача, искать у нас приоритетные, такие конкуренции, способные на мировом рынке разработки и продвигать их на мировой рынок. И то, и другой задачей технологическая платформа занимается. Значит, вот на следующих трех слайдах я привел шесть примеров, которых можно привести гораздо больше интересных разработок у нас в стране. Здесь и технология газификации производства тепловой и электрической энергии на наших отечественных институционных установках. Здесь и применение тепловых насосов. Здесь есть новые технологии термоэлектрической, производство электроэнергии, термоэлектрические генераторы, водородные технологии и также технологии энерготехнологических комплексов, технологии струйно-эмульсионных процессов, которые завиваются в сибирском государстве индустриарной, наверняка есть и в Средневоской области. И здесь эти примеры можно пополнять. И здесь мы должны, наверное, с вами специально и поработать. Я хотел бы несколько слов сказать о том, что малая струйная энергетика нуждается в государственной политике, в государственной поддержке. Это должна быть такая многообразная поддержка, комплексная. И прежде всего необходимо привести в соответствие условия ценообразования, работать в конкурентных условиях с крупной энергетикой. Здесь основная идея состоит, чтобы при реализации электроэнергии от источников малой растерянной энергетики адекватно учитывалась сетевая составляющая, и чтобы она конкурировала не просто с ценой электроэнергии на оптовом рынке, или с продаваемой с оптового рынка, но с учетом также сетевой составляющей. И в этом смысле она будет находиться уже в более адекватных конкурентных условиях. Необходимо обеспечивать комплекс мер по технологическому присоединению к электрическим сетям, потому что из-за затрата на технологическое присоединение многие проекты малой растерянной энергетики оказываются некими. Необходимо статус придавать малой растерянной энергетике и давать ей возможность работать как на рынках розничных, так и на оптовом рынке электроэнергии. Ну и, конечно же, создать условия для присоединения к системе газоснабжения, доступа к газотранскому структуре. Это далеко не исчерпывающий комплекс мер, и необходимо также предусмотреть и продвигать целый ряд мер финансовой поддержки, институциональной поддержки. Ну, я уже сказал о технологической платформе, и это очень важная институциональная мера поддержки малой растерянной энергетики. Сейчас технологическая платформа занимается разработкой стратегической рамы исследований и намечает пилотные проекты, которые будут предметом тиражирования. Создаются базы данных, методики соответствующие. Значит, вот продумываем сейчас организацию сбора статистической отчетности. Ну, очень важно сейчас организовать системное, бюджетное и финансирование из государственных институтов развития малой растерянной энергетики. Мы ведем сейчас большую работу с различными государственными институтами развития. Это Внешэкономбанк, Внешторбанк, Российская венчурная компания, различные фонды, их несколько десятков. И рассчитываем на то, что малая растерянная энергетика в ближайшее время получит очень серьезный импульс для развития, тем более, что потенциал развития. Этот потенциал определяется тем, что наша электрика, российская электроэнергетика до сих пор развивалась как преимущественно централизованная. Поэтому в развитии нашей российской электроэнергетики нам предстоит пережить малые растерянные энергетики с тем, чтобы сформировать более сбалансированную отрасль, электроэнергетический комплекс, приближенный к потребителю, реагирующий на его разнообразные потребности, обеспечивающий приемлемые электрические ресурсы и надежность. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Степанович. Спасибо за что... Аплодисменты. Извините, прервал. За то, что вы нашли возможность и откликнулись на наше приглашение. Игорь Степанович, возможно ли ответить на несколько вопросов, если такие найдутся? Да, пожалуйста, конечно. Коллеги, есть ли вопросы к Игору Степановичу? Пожалуйста, Александр Сергеевич Лепилин. Микрофон, пожалуйста, подойдите. Да, вот сейчас дадут. Игорь Степанович, у нас формируется технологическая, ну или сформирована, правильно сказать, технологическая платформа, в основе которой лежат твердооксидные топливные элементы. Это один из перспективных способов генерации электрической энергии. Повторите, пожалуйста, я не расслышал. Повторите сначала. У нас сформирована технологическая платформа, в основе которой лежат твердооксидные топливные элементы для мобильной энергетики и распределенной энергетики. Там имеется, значит, самокомплекс, естественно, устройств, которые обязаны обеспечивать эти виды энергетик. Эта технологическая программа в настоящее время не одобрена, будем говорить, но она не принята, не вошла в те 22 программы, технологические платформы, которые утверждены. Каким образом вы видите возможность взаимодействия с вашей технологической платформой? Я предлагаю просто встретиться и определить форму взаимодействия. Мне кажется, нужно интегрироваться и взаимодействовать. Я не вижу здесь проблем никаких. Так что открыто для взаимодействия. Готовы работать. Хорошо. Спасибо. У меня был более общий вопрос, но вы, получается, на него уже ответили. Я понимаю, что разработчики организации Свердловской области, в принципе, поскольку мы все находимся в начале этого процесса, в принципе, могут подключиться к этой технологической платформе и стать одним из ее участников. Обязательно. Мы всех приглашаем для участия в технологической платформе. и Свердловская область является прекрасным полигоном для того, чтобы активно развивать это направление. Спасибо. Я так понимаю, что в этом отношении необходимо будет просто получение информации, но это будет и на сайте вашего агентства можно получать, в том числе о событиях. Вся информация есть. Пожалуйста, заходите, смотрите. Все это очень просто. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Нету. Большое спасибо, Игорь Степанович. Мы продолжаем. Спасибо вам за выступление. Так, второе сообщение, второй доклад у нас сделает профессор кафедры автоматизированной электрической системы Урал и Нина УРФУ Бартоломеев Петр Иванович о перспективах развития растерянной энергетики. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть уже изображение, да? Я хотел бы остановиться так, я засеку время, чтобы не злоупотреблять вашим вниманием и по регламенту действовать. Я хотел бы остановиться на некоторых проблемах с Smart Grid, которая является темой, которая является сейчас на злободневной, и она звучит на многих и многих совещаниях, в докладах и так далее. Прошу следующий слайд. В мировой практике этому уделяется очень большое внимание, и это имеет прямое отношение к теме нашего совещания, потому что распределенная энергетика, распределенная генерация тоже является некой составной частью вот этой системы Smart Grid. Но приходится обратить внимание на то, что здесь надо расставить точки над «и», потому что понимание, что такое Smart Grid, у разных людей разное, и нет, по-моему, единой такой платформы в понимании, что такое Smart Grid. Дело в том, что у нас появилось очень много толкований, что Smart Grid – это некая интеллектуальная система, что это сеть, вернее, интеллектуальная, умные сети и так далее, и этот термин очень часто используется. Даже появились такие слова, как «умная линия электропередачи». Я мог бы вам целую коллекцию сейчас преподнести слайдов из самых разных источников на очень высоком уровне совещаний, где обсуждаются умные трансформаторы, умные линии электропередачи и так далее. Но на самом деле все начинается с того, что вот тут приведены, конечно, переводы английского слова «smart», но не все они достаточно правильно отражают ту проблему, которая спрятана за этим словом. На самом деле все пошло с самого нижнего участка потребления электрической энергии. Следующий слайд, пожалуйста. как появился термин «умный дом» и «умная сеть» для потребителя, допустим, фермера, у которого имеется некоторое свое хозяйство, некоторые свои собственные источники, вот это распределенная генерация, это может быть витриновый двигатель, это может быть солнечная батарея и так далее. И все это нужно было ему одному управлять этим, нужно было взаимодействовать с компанией, которая поставляет электрическую энергию и так далее, и производит расчеты. Ему предложили компьютерную технологию, ему предложили некое программное обеспечение, которое позволяло бы, не задумываясь, регулировать, управлять своим вот этим хозяйством. И в этом отношении действительно этот термин можно было бы назвать как «умное некое управление», по сути дела. Но англичане вложили этот смысл в термин, который стал ходовым, и его пытаются перенести на более высокий уровень. И здесь я хотел бы остановиться, пожалуйста, на следующий слайд, на вот ту самую сложную часть, которая появляется о взаимодействии потребителя с генерирующими компаниями, с электрической сетью, поскольку потребитель начинает в этом случае заниматься, может быть, не очень удачный термин, но самоуправством. То есть он либо включает свою генерирующую установку, либо ее отключает по своей потребности. И на самом деле он вклинивается в работу большой энергетики, большой энергосистемы со своим управлением, и этим сам, можно сказать, мешает диспетчерскому управлению. Поэтому появилась новая задача найти тот самый механизм взаимодействия между потребителем, у которого есть собственные источники, и традиционным управлением, которое формируется в виде АСДУ. АСДУ. И если пытаться автоматизированной системе диспетчерского управления, если пытаться на автоматизированную систему диспетчерского управления применить, ему навязывается такой термин, что это должно быть некое смарт-грид. Здесь действительно нужно разобраться, что такое слово грид, а какой сети идет, потому что по-английски грид – это сеть, а какой сети идет управление, и что действительно в настоящее время У нас было неумное управление. Вот в этом смысле я хотел бы здесь некоторые точки расставить. Пожалуйста, следующий слайд. На самом деле, вот здесь показано вверху SMART, большими уже буквами написано, потому что это аббревиатура, и посмотрите, что там скрыто за настоящим термином SMART. И этот термин действительно сейчас является господствующим в большой электроэнергетике. SMART это, по сути дела, в переводе на наш, это получается, ну как бы, если дословно переводить, это системам управления и анализа в реальном времени. И это примет прямое отношение к существующим автоматизированным системам диспетчерского управления. Вот под этим ракурсом нужно и рассматривать проблему SMART GRID как система нового поколения. Автоматизированная система диспетчерского управления нового поколения, в которой используются все новые компьютерные технологии, информационные системы и некоторые новые источники, во-первых, генерации. Но самое главное, здесь должны рассматриваться новые сети, уже не электрические, а сети информационные. Поэтому это некая надстройка над электрической системой, которая позволяет использовать новые технологические приемы управления, и я о них немного ниже скажу. Ну, нашел термин, сейчас достаточно широкий термин, это активно-адаптивная сеть. И вот этот термин более удачный, чем говорить об интеллектуальных сетях, потому что здесь как раз подчеркивается, что это некая информационно-управленческая система, которая адаптируется к внешним воздействиям, но активно она, вот здесь написано, что активно она потому, что рычаги управления и наши там трансформаторы, генераторы, статкомы и так далее, все устройства становятся активными, а не пассивными, как это было. Но на наш взгляд более правильно было бы в эту же аббревиатуру, ААЭС, название ввести автоадаптивное управление. То есть в этом случае подчеркивается, что здесь есть автоматизация или даже автоматическое управление и та же самая адаптация. Но я не буду сейчас останавливаться, какая терминологическая здесь лучше ВАЗа, а буду все время говорить, что ААЭС, вот это и есть та самая смарт-грид, которая должна в настоящее время у нас внедряться. Что же понимается теперь нового в этой смарт-грид? Я перечисляю. Это ВАМС, я буду по-русски говорить, широкомасштабная система измерения на основе фазеров, ПМЮ, это, если вам сказать, что современные американские системы глубоко насыщены, я об этом ниже скажу, потому что это спутниковая система управления электрической системой, это спутниковая система сбора, передачи информации, это спутниковая система, которая впервые позволила измерять не только модули напряжения, на чем мы с вами строим все управление, а мы строим управление на измерении напряжения потоков мощности или генерации потребления, то теперь мы измеряем фазу, это наиболее информативный параметр в электрической системе, потому что устойчивость электрической системы зависит как раз от фазы, от сдвига напряжения в генерирующей точке употребителя или в разных точках электрической системы. Это так называемое векторное управление, которое мы, я покажу ниже, что мы уже начинаем, в Тюменской энергосистеме уже появились некоторые такие успехи, но в целом масштабы пока очень незначительные. Векторное управление – это новый серьезный шаг в системе управления. Для этого нужны новые измерительные системы, для этого нужны новые каналы связи, в том числе и спутниковую систему связи. Ну вот это ФЭКС, это гибкие передачи переменного тока. Именно не просто, они у нас есть уже, эти передачи. И, кстати, Россия, Советский Союз был пионером в этом деле, потому что огромные пространства, в которых мы живем, заставили нас задумываться о передаче энергии на большие расстроения. И продольную поперечную компенсацию впервые применяли именно в Советском Союзе. Но, к сожалению, мы не дошли до современных способов управления. У нас нет каналов связи, чтобы дистанционно управлять вот этими новыми элементами. Вот тут перечисляется та самая распределенная генерация и система мониторинга переходных процессов, которые мы только-только начинаем применять. Кстати, вот именно в Тюменской энергосистеме наибольшее количество элементов этой передачи. Ну, я не буду… Следующий слайд, пожалуйста. Я не буду долго остановиться на этом слайде, потому что здесь речь идет о том, что это еще и новое оборудование, которое должно быть со встроенными элементами управления. Я приведу следующий слайд. Вот отечественная разработка Smart VAMS. Это вот та система, которая позволяет широкомасштабной, широкомасштабной. То есть это сдвиг по фазе между Москвой и Иркутском, допустим. Это действительно широкомасштабная система. Но тут подчеркиваю, что здесь именно написано. Это не мною написано, это разработчики пишут. Smart большими буквами. Это не умный VAMS, а это именно информационно управляемая система. Потому что, я уже подчеркнул, это очень важно. Ну, следующий слайд. Несколько слов о векторном управлении. Вот здесь показано, что, конечно, мы очень сильно отстаем еще от западных аналогов. Посмотрите, точность по углу мы имеем плюс-минус один градус. А это очень важный параметр векторное измерение. А там односотая. Мощность мы измеряем плюс-минус три процента. Это дистанционный, я имею в виду через спутниковую систему GLONASS. Значит, у нас там, ну, вы видите, все на два порядка приблизительно, более точнее. Но придет время, мы к этому должны двигаться. И поэтому это вещи, которые жизненно важны. Вот и два слова еще о векторном управлении, чтобы люди понимали. Это новые системы, которые нужно внедрять. Спутник летит и находится близко к подстанции И, и достаточно далеко от подстанции ЙОД. А у нас это определяется расстояниями до 10 тысяч километров приблизительно по единой энергосистеме. И поэтому упреждающий импульс, который позволял бы запустить измерение в точках И и ЙОД, должен идти с высочайшей точностью до 0,01 электрического градуса. А что такое электрический градус? У нас 50 Герц, значит, 1 Герц — это одно колебание, это получается 1,5 секунды. Вот можете посчитать, а это 360 градусов. И вот нужно поймать с точностью до 1 электрического градуса, запустить вот эту измерительную систему. И это позволяет вот тогда измерять мгновенные значения. И это на мгновенных значениях. Это что, впервые эти электрики получают такую возможность измерять мгновенные значения. И вот тут показаны две параллельные синусоиды. Одна в одном городе, другая на другом подстанции. И по этим мгновенным измерениям можно определить параметры фазового сдвига. И я показал красный вектор, что если ошибка в электрическом градусе будет существенна, то и тогда мгновенные значения будут тоже здесь достаточно велики. Это новые технологии, это новое оборудование. Обидно будет, если мы опять будем все покупать. Поэтому нужно обратить внимание на разработку. Ну и еще покажу из новых технологий вот эти фазы. Слайд еще следующий. Вот эти самые фазоры для измерения на подстанциях, они вот это выглядит приблизительно схематично таким образом, что у нас есть трансформатор тока, трансформатор напряжения. Собственно, я хочу обратить внимание, что трансформатор тока и трансформатор напряжения это вот вверху совсем очень маленькое устройство. И вот эта стойка здесь, она дает возможность оптоволоконному каналу присоединиться к вычислительному комплексу, который производит вот эти мгновенные измерения. И посылает радиоимпульсы куда вам нужно. Можно на спутник отправить, можно в другую энергосистему. Посылает всю информацию по всем параметрам. Ну и следующий слайд. Да, я еще, пожалуйста. Вот, следующий слайд. Вот, на самом деле, вон вверху, вот это и есть кругленькие, это и есть трансформаторы трокона и трансформаторы напряжения. Я уже в Бельгии видел на подстанции, когда колонки этой нет. Это просто чип, который встроен, висит на шинах, на линии электропередачи, или на шинах, и это устройство генерирует и посылает импульсы. Все в цифровом виде, без оптоволоконного канала. Поэтому даже внешний вид совсем другой подстанции получается. Ну и вот, следующий слайд. Важнейшее направление. Надо обратить внимание, что здесь должен быть системный подход к решению многих важнейших задач такого управления. И речь идет о том, что нужно новые информационные, новое программное обеспечение разрабатывать, потому что мы действительно получаем новые источники и новые рычаги управления. Вот это все некие новые задачи, которые возникают, в том числе, кстати, и в распределенной генерации, потому что оттуда надо теперь информацию иметь на диспетчерском управлении. Я должен сказать, что мы настолько ненаблюдаемые сети имеем. У нас на диспетчерском управлении мы хорошо знаем информацию про электрические станции, крупные подстанции, но потребителя мы не знаем, мы его не видим. А вот эта распределенная генерация требует новых каналов связи, чтобы мы имели возможность с ними информационное общение осуществить. Ну и я приближаюсь к концу. Вот выводы, первые два вывода достаточно понятны. Следующий слайд. А, уже есть, да? Что смарт-грид – это как система информационная, это новый этап совершенствования СДУ, и действительно этим надо заниматься, и это вопросы злободневные. Смарт маленькими буквами написано, это когда мы говорим «умная сеть», как интеллектуализация управления, новое направление развития распределительных сетей, охватывающих потребителей, включая смарт-дома и так далее, распределенную генерацию средней и малой мощности. И вот, поскольку я являюсь представителем учебного заведения, которое десятилетиями готовило специалистов, инженеров по электроэнергетике, обратите внимание, что уважаемые люди, присутствующие здесь, руководители, мы ведь сталкиваемся еще с одной чрезвычайно важной проблемой, чтобы решить вопросы распределенной генерации. Но особенно вот то, о чем я говорил, смарт-грид высокого уровня, мы не сможем решить без соответствующей подготовки специалистов. Нужно обратить внимание на проблему подготовки кадров в области электроэнергетики, так как человеческий фактор стал причиной многих аварий и катастроф в техногенной сфере. И можно привести десятки примеров. А что значит человеческий фактор? Это люди плохо подготовленные, это не имеющие соответствующего образования. Вот на наш взгляд научно-технический прогресс в этой области совершенно невозможен без инженерного образования, без инженерной деятельности. Я почему затрагиваю эту тему? Потому что я представитель высшего учебного заведения. Следующий слайд. И вот я недавно выступал, буквально месяц тому назад, на конференции, всероссийской конференции в Самаре, вот с таким заголовком, который здесь представлен, потому что эффективность баллонского процесса в области электроэнергетики сомнительна. Кто заинтересуется, я хочу сказать, что если мы не будем бить тревогу, что без инженеров, которых сейчас мы не выпускаем, с этого года вы, наверное, все это знаете, что прекратили выпуск инженеров, то в области электроэнергетики, энергетики вообще, то я не представляю, как можно решить вопросы нанотехнологий, как можно решить вопросы безопасности, передачи электрической энергии на большие расстояния. У нас все энергетики в Сибири расположены, а передавать надо в европейскую часть и на Урал, это сложная проблема передачи энергии на большие расстояния. И если мы лишимся инженерного корпуса, то это будет, вообще говоря, достаточно катастрофой. И вот вы уже прочитали здесь, что такое кризис, на наш взгляд, что такое катастрофа. Кризис уже наступил. В России сейчас в огромных масштабах покупают оборудование. Ну, а катастрофа, когда мы начнем покупать еще и специалистов. Тем более, мы начинаем уже сейчас очень много покупать оборудование. Вот это вам, вот эти измерительные системы мы будем покупать, если не будем сами делать. То, к чему это придет? Что мы покупаем оборудование, в котором закупка иностранного оборудования осуществляется без передачи прав на ноу-хау. Это уже примеры приводят на всех конференциях, когда элементарную вещь мы не можем, не потому, что мы не умеем готовить специалистов, а потому, что это закрытая тема, это ноу-хау. И должен приехать иностранный специалист и там поправить шуруп, чтобы, значит, и знать, куда твердую воткнуть, чтобы что-то там исправить. Ну, это, вообще говоря, следующий слайд, пожалуйста. Я два слова скажу, что вместо традиционной пятилетней подготовки инженеров мы перешли вот справа система бакалавр-магистр, четыре года бакалавра, четыре магистр. Я не представляю, чтобы мы диспетчеры энергосистемы сделали из бакалавра. Я не представляю. Но это не магистр. Магистр — это совсем другой человек, о котором я вам должен сказать. Я не представляю, как можно решить многие инженерные задачи, основываясь только на бакалаврской подготовке. Ну и последнее, значит, вот тут два пара кадров. Вот странно, но факт. Следующий кадр. Президент России в марте 2011 года сделал ряд заявлений. 23 марта мытищик. Совещание на тему обеспечения промышленности инженерными кадрами. Заметна нехватка инженерных кадров. Как вернуть почет инженеров ниже? Необходимо поднять престиж инженеров. Я не понимаю. У нас нет инженерного образования, а президент говорит на эту тему, что нужно его совершенствовать. Его нужно возрождать, и поэтому я обращаюсь к вам. На всех уровнях, где только можно, поднимайте этот вопрос, что без инженеров мы электроэнергетические проблемы с вами не сможем решать. И последнее, буквально минуту еще. Вот было совещание, которое транслировалось по НТВ от 9-го, 6-го, 10-го года. Три выдающихся деятеля образовательной сферы и ученые. Московское государственное техническое училище, технический университет, простите, имени Баумана, финансовая академия, ИМГИМО. И вот три ректора, и в том числе по политической, экономической линии, пришли в следующий слайд, что нужно действительно, бакалавры нам нужны. Я не против бакалавров, и никто против них не будет. Потому что такого количества инженеров, которые мы готовили в советское время, действительно не надо. Их слишком было много. Это было величайшее перепроизводство инженеров. Их должно быть значительно меньше. Но это не означает, что если они были плохо востребованы, что их надо вообще уничтожить. Поэтому вот они все одиннодушно говорили, что нужны бакалавры, нужны инженеры, и нужны магистры, потому что магистры – это исследователь. Магистр – это будущий работник учебного заведения, который бы этих инженеров и готовил. Потому что иначе у нас нет воспроизводства педагогических кадров. Ну и, по сути дела, последний кадр, наше предложение, оно заключается в том, что нужно сделать трехуровневую подготовку. Вот здесь должны быть и бакалавры – 70%, 20% – это должны быть инженеры, и 10% приблизительно магистры. Сейчас вот этой голубенькой части ее нет. Поэтому вот на этом я заканчиваю. Следующий слайд. Пожалуйста, спасибо за внимание. Я рад, что у меня была возможность вам что-то сказать. Спасибо большое, Петр Иванович. Есть ли вопросы, Петр Иванович? А нет? Спасибо большое. Ну, мы движемся с небольшим отставанием. Тем не менее, хотелось бы еще два сообщения услышать. Я думаю, что они будут как-то, может быть, более компактными. Итак, я что хотел бы сказать. В этом году, в мае, в Совете Федерации, Комитет по науке провел слушание по развитию малых атомных электростанций. Мы с Сергеем Евгеньевичем Щеклеевым были. Там и интерес был в точке зрения, в том числе, и экспортного направления, экспориентации этого направления для России. В том числе, Росатом представил свои проекты, готовятся три проекта атомных электростанций на судовых реакторах плавучих. И было представлено, в том числе, сообщение о подземных атомных электростанциях. Буквально в 23 марта у нас, при правительстве Северской области, мы провели экспертные слушания. Инициатором которых выступил Эдар Таргат Шеросселен обратился к губернатору, действующему Александру Сергеевичу Мишарину с просьбой рассмотреть эту перспективу, в том числе, для развития энергетики и Севердловской области. Вот такое событие у нас произошло, и эти материалы у нас есть. Перспектива эта оказывается, в принципе, интересной и для России, и для мира. У нас сейчас должно быть сообщение генерального директора ООО ТВЛ в Санкт-Петербург, Владимира Редоровича Петрова по подземным атомно-электрическим станциям на базе отечественного судового оборудования. Пожалуйста, Владимир Редорович, вам слова. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушно, наверное, да? Да. Я попробую рассказать вот о том, как встраиваются подземные станции малой и средней мощности, атомные станции, в ту проблему, которая сегодня обсуждается, в проблему распределенной энергетики. Дело в том, что атомная генерация сегодня наряду с угольной для подавляющего числа стран является приоритетой. Ну, в основном эти вещи оцениваются запасами энергоресурсов. Однако при выборе решения о том, какая генерация нужна, тепловая на угле или атомная, вот на этом слайде показано, что при штатной работе атомной станции и при штатной работе тепловой станции при одной и той же генерации экологическая нагрузка на территорию, на атмосферу, на население совершенно несопоставима. Выбор решения, конечно, должен быть со всех точек зрения сделан, ну, не только экологии, а по доступности ресурсов, по подготовке персонала, по готовности промышленности делать ту или иную генерацию. Но, тем не менее, нагрузка на территорию является одним из самых главных выборов, того выбора, который должно сделать правительство, должно сделать население. У атомной энергетики есть свои проблемы. Они известны, они известны, и их нужно перечислить, вот как здесь написано на слайдах. Сукушедшая проблема безопасности станций при природных, техногенных и террористических угрозах. Безопасность населения и территории, и акватория, если мы рассматриваем плавучие атомные станции, совершенно не решена проблема безопасности при обращении с отходами и с отработавшим топливом. И гигантская проблема замещения мощности. Сегодня фактически в атомной энергетике вот эти проблемы, эти проблемы отложены на потом. Это проблемы будущих поколений. Россия Россия вот имеет энергетику, которая вообще не отвечает ее потребностям. Вот мы видим зону централизованного энергоснабжения, это в основном Европа, и зону децентрализованного энергоснабжения. Каждый выживает сам по себе. Миф о единой энергосистеме Советского Союза на самом деле очень легко рушится. И то о том, какая генерация должна быть для той или иной локальной территории, для решения той или иной промышленной задачи или территориальной задачи, она стоит фактически перед локальным управлением. Мы считаем, что для решения задачи которая может быть решена на уровне отдельного поселения, отдельного предприятия, большого предприятия, такого, как, скажем, БАС или Титановая долина, вполне могут пригодиться атомные станции малой и средней мощности, но определенной технологии. Дело в том, что в атомной энергетике сложились некоторые устойчивые мифы. Главное из них такое, что чем меньше мощность реактора, тем станция дороже. Это правильный миф. На самом деле, при стандартной технологической реакции это действительно так, потому что для станции, которая имеет малую мощность и большую мощность, мы должны учинить одну и ту же инфраструктуру, одну и ту же систему безопасности, одно и то же обеспечение и фактически одно и то же кадровое обеспечение. Поэтому мы можем говорить, что действительно при стандартной реализации атомной энергетики, чем меньше мощность, тем она дороже. Поэтому сегодня основной тренд энергетики в мире это увеличение мощности единичного блока. Мы знаем, что Сименс строит сейчас полутора гигаваттную станцию в Финляндии. Наши энергоблоки теперь становятся 1,2 гигаватта, которые сейчас замещают станции первого поколения. И это как бы общий мировой тренд. Однако увеличение мощности единичного блока приводит к тому, что на него надо искать потребителей. Потребителей. Если нету сетей, о чем говорилось в предыдущем докладе, а с сетями у нас сумасшедшие проблемы, если нету сетей, то на самом деле при большой единичной мощности блока мы все попадаем на передачу энергии. Мы все попадаем на то, что реактор делает пар, у него основной продукт это пар, потом мы его делаем в электричество, потом мы это электричество передаем по сетям, потом мы опять из этих сетей делаем пар, делаем пар, и таким образом происходит многократная конверсия одного типа энергии в другое, и мы теряем на этом деле по разным оценкам от 30 до 35 процентов того, что генерируем. станция, которая стоит непосредственно у потребителя, она может обеспечить при меньшей мощности ту энергетику, которая нужна конкретному населенному пункту и конкретному предприятию. Генерация, которая может быть основана на корабельных атомных установках, а именно об этом мы говорим, наиболее отвечает тем требованиям, о которых я говорил. Корабельные установки имеют сумасшедшую живучесть. В конце концов, это крейсер, по нему стреляешь, а он должен ехать. Оно имеет сумасшедшую устойчивость по различным внешним воздействиям, скажем, от сейсмики, ледокольные установки. Специально проектируется так, чтобы они были устойчивы к вибрации и к качке. У корабельных установок имеется совершенно недостижимая для больших блоков маневренность. От 5 до 100% номинальной мощности они набирают и сбрасывают со скоростью 1% в секунду. Тогда как другие станции, в том числе, кстати, могут работать только в номинальном режиме. Они все время отпускают одну и ту же энергетику в сети. и поэтому мы считаем, что основой станции малой мощности это может быть энергетическая установка надводных кораблей. Лодочные установки, они тоже хорошие, но они маломощные. На следующем слайде мы увидим перечень установок, которые были сделаны в нашей стране. но ядерные установки надводных кораблей, они могут быть энергетическими, они могут быть очень эффективными, они могут быть экономичными, и они, что самое главное, они уже есть. Их наша промышленность может делать в любых масштабах, которые можно заказывать. Мы считаем, что эти установки можно размещать под землей. Подземное размещение этих установок, оно проработано основными институтами Академии наук и военными институтами, которые занимаются подземными размещениями. И был сделан вывод о том, что подземное размещение, оно позволяет решить фактически все проблемы, которые стояли перед адренной энергетикой. Вообще все. Потому что это технологии метро. Мы все знаем, что метро, когда строилось в Советском Союзе, оно по большей части решало вопросы безопасности, фортификационные. Вопросы безопасности состояли в том, что решение вопросов состояло в том, что штатными технологиями разделялись события, которые происходили под землей и события, которые происходили на земле, на поверхности. Потому что под землей вообще совершенно все равно, что происходило наверху. И дневной поверхности совершенно было все равно, что происходило под землей. И это были штатные технологии метростроения. Кроме этого, выяснилось, что размещение под землей способствует значительным в разы повышению безопасности самой станции. и это были независимые исследования и японцев, и канадцев, и нашего Кольского научного центра. И эти исследования нам позволили доказать, что подземное размещение атомной энергетики безопасно и возможно. на этом слайде показаны те события, которые важно учитывать для оценки безопасности атомной станции. Вот мы видим, что для наземной плавучей атомной станции все события, которые слева перечислены, являются опасными. Мы должны тратить деньги на то, чтобы их решить. Ясно, что их решают как-то, но при этом цена вопроса, цена этого решения с каждым новым поколением станции возрастает, причем возрастает в разы. Если мы возьмем стандарты АС-99, то мы вспомним, что тогда станции стоили удельную стоимость была 2000 долларов на киловатт мощности при строительстве кап-затраты. А сегодня станция строит 4500 евро на киловатт мощности. Это все цена вопроса тех столбиков, которые мы видим на этом слайде. При этом для подземной станции тоже есть события опасные для безопасности. Во-первых, их много меньше, а во-вторых, цена решения этих вопросов тоже много меньше. при подземном разрешении размещения станции принципиально решаются вопросы обращения с радиоактивными отходами. эта вещь такая системная. Мы говорим, что на дневной поверхности вообще не будет отходов. Вообще все вопросы переработки и обращения с твердыми жидкими рау решаются только в подземном пространстве. вывод станции из эксплуатации решается тоже именно тем, что у нас подземное размещение. Мы на самом деле не вытаскиваем грязное оборудование из-под земли. Не вытаскиваем. Мы его оставляем там же. Мы его монолитин и оставляем там же. При сегодняшнем выводе из эксплуатации есть такая простая процедура. В течение 50 лет станция после того, как объявили, что она выведена, она должна отстаиваться. Вот грязные конструкции должны отстаиваться. Только после этого их можно разбирать, только после этого можно приводить территорию к зеленой лужайке. На самом деле сегодня в мире этого еще никто не сделал. Никто сумел привести территорию хотя бы одного блока к зеленой лужайке. По оценкам разных стран цена вывода из эксплуатации почти сравнилась со стоимостью нового блока. Не надо думать, что то, что мы предлагаем является некой экзотикой. Экзотикой на самом деле является судовая энергетика и совмещение двух промышленных технологий метростроения и корабельной атомной энергетики. А вообще в мировом опыте имеются подземные станции, которые работали достаточно длительное время, на которых кстати была вот здесь есть люцерн, Швейцария. Она год проработала, а потом на ней была авария. Причем такая системная авария с разрывом первого контура, с выходом радиации наружу. И на самом деле про это никто не знает. Никто не знает об этом только потому, что станция была зарыта всего на 20 метров. Все там и осталось. И это вот такая совершенно из себя экологически чистая Швейцария. Ну вот на слайде показано, как такая станция организуется в штольневом пространстве, при горизонтальном размещении. Ну в основном это предполагается для прибрежной реализации проекта. Владимир Унисович, у нас поджимает время. Долго еще. Мощностью 300 мегаватт. Меня не слышат? Я хорошо. Я единственное, что скажу, вот там две цифры. Две цифры. Значит, кап затраты мы считаем это порядка 2000 евро на киловатт мощности. Вот. Ну и здесь вот показана экономика. Экономика, которая рассчитывалась, была рассчитана профильным институтом Росатома в НИПИЭТОМ по строительству типовой станции ПОТЭС на 300 мегаватт. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич, за интересное сообщение. Ваш доклад у нас есть, мы его будем сегодня обсуждать. Я прошу прощения, очень мало времени у нас сигнализирует о необходимости перехода к следующей фазе к открытии выставки. Тем не менее, хотелось бы очень коротко послушать сообщение четвертое, хотя бы, чтобы потом в секциях можно было бы тоже его обсуждать. Это сообщение начальника департамента экономики и тарифов МРСК Урала Шевелева Илья Владимирович. Взгляд на развитие или обзор развития электроэнергетики Германии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь очень-очень кратко. То есть, хотелось бы доложить, вот я назвал презентацию обзор энергетики Германии, насколько ее можно как бы обозреть. Это материалы по двум посещениям энергетических предприятий ФРГ 10-11 годов. Следующий слайд, пожалуйста. Структура электрической сети Германии, но она похожа на нашу. Есть 4 так называемых сети высокого напряжения, 380 кВ, это у них самый высокий уровень напряжения. Следующий слайд, пожалуйста. Есть около 900 операторов сети среднего и низкого напряжения. Следующий слайд, пожалуйста. Энергетическая стратегия Германии сформирована четырьмя федеральными министерствами. Тут обратить внимание, надо, что министерств энергетики в Германии нет. Следующая энергетическая стратегия, в чем там принципы, насколько их можно уловить. Это выжимка из директив Евросоюза, а также нескольких законов германских. Первый принцип либерализации энергетики. Все, что конкурент должно конкурировать, снижать стоимость. Второе, используем возобновляемых источников. Цель к 50-му основной часть 80% получать из возобновляемых источников. Следующий слайд, пожалуйста. Выдержка энергетического концепта, желтый сектор, в 10-м году это 17% возобновляемых, к 50-му году 80%. Дальше, пожалуйста. Прекращение использования вредных производств, вообще всяких. То есть, в первую очередь, реакторов ядерных, по крайней мере, на территории Германии, и все, все, что с этим связано, в том числе фреона или планируется к 20-му году увезти на улицы Германии миллион электромобилей, 30-му 6 миллионов. Задачи, исходя из этого. Первое, создание условий для передачи от возобновляемых источников, они в основном ветряные планируются, размещаться они будут и размещаются на севере Германии, там, где есть ветра устойчивые, это побережье морей и шельф, к югу Германии, где производят основной производство сконцерна, но концерны, которые в основном в Баварии. Естественно, что проблема с сетевой передачи, там невозможно строиться новых линий практически, потому что это очень суровые ограничения экологические. Создание условий для впитывания сетью энергии децентрализованных источников, я думаю, это понятно, что такое, то есть это множество генераторов разоплубленных должны придавать обратную сторону энергию. Третье, управление стабильной нагрузкой ветропарков, тоже понятно, что ветер дует всегда, а потребление нужно не всегда. Увеличение эффективности пропускной способности за счет создания интеллектуального потребления. То, что уже освещалось, то есть задача в том, чтобы потребление было не тогда, когда это нужно потребителю, в смысле не тогда, когда потребитель как бы, как сать, в общем, когда это оптимально, когда это оптимально для сети, это позволяет, грубо говоря, просто сдвинуть пик нагрузки и продлить ресурс сети, то есть некое эффективное использование. Вот ход реализации, хотелось бы кратко сказать, что, хотя вот, что увидено, как бы, да, вот фото диспетчерского счета подразделения сетевого оператора и ОНЕДИС. Ну, это как бы наше производственное отделение сетей. Ну, на улице, значит, это был август месяц, 12 часов дня, день, значит, солнечный, 26 градусов, скорость ветра где-то 4-5 метров. Дорисован там вот солнышко, плохо видно, и это, ветрячок такой небольшой. Следующий слайд, пожалуйста. Общее потребление 1600 мегаватт. Из них ветроустановки 800 мегаватт, солнечные батареи 200, и 600 другие генераторы. То есть, грубо говоря, в этом регионе федеральный концепт уже до 40-го года энергетики Германии выполнены, 62% вырабатываются возобновляемыми источниками. И такая же ситуация у них на севере Германии, где установлены основные ветропарки. Ну, дальше, значит, как бы я слайд пропущу, как бы, да, то есть там речь идет о управлении сетями в режиме ветроустановок. Там есть своя специфика, они, значит, с этим работают. Вот это учебный центр Гритлаб в городе Котбус, где вот как раз учат, в том числе, управление диспетчерским, ну, управление авариями, в том числе, вот связанное с ветропарками. Следующий ход реализационной стратегии. Что следует отметить? Солнечные батареи. В такой солнечной стратегии Германии, там такой же климат, как у нас, в принципе, задача стоит следующая. Все, у кого есть крыша, своя, значит, очень выгодно ставить солнечные элементы. Почему? Потому что любой потребитель, поставивший солнечный элемент, может поставить второй счетчик и с бытовой компанией обязана купить у него энергию, которую он выпустит в сеть по цене 31 цент. При этом на свое потребление он будет потреблять по 23-25 центов. Супер выгодно. Все, даже фермеры пытаются строить фиктивные эти самые, там, что-то такое, но, значит, не разрешают это делать, проверяют специально. Землю нельзя трогать, потому что земля, другая история, там, другие цены. Дальше, ну, типичный пейзаж немецкий. Следующее, либерализация энергетики. Очень кратко. У них, на самом деле, нет частной собственности практически в сетевых компаниях. Вся собственность, как правило, в смысле, нет государственной собственности, вся собственность частная. Как правило, сетевой оператор это часть большого транснационального концерна, в котором сгенерированы все возможные виды деятельности, начиная от сервисов, генерации, любой, с бытов, все остальное. Причем это все на транснациональном уровне, то есть, ну, то есть, вот пример, например, EON, тоже компания EON, у них штаб-квартира в Дюссельдорфе, значит, управляющая компания находится в Брюсселе, а наши есть активы на территории России, это Каширинская и Каширская ГЭС, в общем, да, это ОГК-4. Госрегулирование. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже очень кратко. То же самое, что у нас, то есть, генерация, сбыть, свободные сектора, то есть, формируют, не регулируются практически, только антимонопольное законодательство, сети регулируются государством. Принцип регулирования, значит, следует отметить, что принцип там основной, это создание, первое, говорит, о том, что это не плановая экономика, то есть, они говорят, все равно, какие у вас издержки, все равно, сколько это стоит. Главное, чтобы, первое, чтобы все, что конкурировало, было конкурентным и снижало цены. Второе, то, что невозможно конкурировать с сети, созданный принцип псевдоконкуренции, говорится, вот есть лучшая сеть, все остальные должны не уравняться, и сигналы будут регулированы такие, чтобы она в течение 10 лет вышла на те же параметры, как лучшая сеть. Ну, стоимость тарифов на электроэнергию тоже очень кратко, значит, видно, что тарифы для промпотребителей сопоставимы с нашими, то есть, 2,46 тариф в Германии, 2,17 это тариф в Пермском крае на уровне 10-го года, ну, 17% за 2-3 года догоним, перегоним, все нормально. Значит, бытовые потребители платят в 5 раз выше, чем у нас. Ну, и пара, как бы, идей энергетической Германии, то есть, я так в порядке название, ну, первая идея соединения ветроустановки гидрогенератора. Понятно, что задача стоит управлять энергией ветропарков, то есть, накапливать энергию. Следующий слайд, пожалуйста. Сильный ветер, вода качается в гору, если ветра нет, получаем энергию с двух гидротрубин по 40 мегаватт. Ну, вариант. Второе. Виртуальная электростанция, то есть, объединение нескольких разрозненных маленьких генераторов в общую систему, управляемую диспетчером, работающую как электростанция. Большая. Следующая идея. Смарт-грид, смарт-митеринг, смарт-сити. Ну, идея тут, на мой взгляд, такая, что, насколько я услышал, это выравнивание графика нагрузки. То есть, мне говорят, что, когда у вас будет электромобиль, если вечером приедете, в 4 часа все неожиданно включат розетку на зарядку, то сеть просто рухнет. Нужно заставить потребителя совместить график нагрузки на 2 часа. Как это сделать? Смарт-грид. То есть, умное потребление, интеллектуальное потребление, надо стимулировать его. Дальше. Ну, идея безумная и привлекательная для бизнеса. То есть, все практически там супер, там, концерны занимаются, Сименс, значит, работают умными счетчиками, кабели сверхсоколонапряжения, аккумуляторы, заправочные станции. Значит, Opel, Mercedes, значит, сейчас соревнуются, кто быстрее выпустит серийный электромобиль, значит, ну и так далее. Ну и последнее, столь, вот хочется, как бы, отметить, ну так вот, в виде мечта, такая красивая, как бы, идея. Говорится о чем? Передавайте, значит, говорится о чем, что давайте будем передавать энергию из пустыни Сахара в Евросоюз. Ну, как бы, бред полный, как бы, Тем не менее, значит, римский клуб сделал, там, вижен, как называется, по заказу частных инвесторов, они рассчитали, значит, вот такой проект очень красивый. Они говорят, что на территории земного шара есть места, где энергия бесплатна и всегда. Это пустыни. Там масса свободного места, там, значит, светит солнце всегда. То есть, они как говорят, что энергия возобновляет источник бесплатно после возврата инвестиций. Значит, там получается, вот они посчитали, что потребление 2005 года 18 тераватт-часов, это нужно занять пустыни 300 на 300 квадратных километров. Значит, 0,2% пустынь. В 50-м году это будет, соответственно, 500 на 500 километров. Причем, такие места есть во всем мире, то есть, можно проекты транслировать. Вот следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот дальше. Мечта или перспектива? То есть, они говорят, что вот это, большой квадрат, это весь мир. Маленький квадрат Евросоюз. Еще маленький, это Германия. Они говорят, да, проект супер дорогой, но в принципе сопоставим с нашими космическими и военными программами, и это нормально. Это считаем, и это делается. Можно это делать. Значит, мы задавали вопрос в качестве подковырки, ну там же живут люди низкого развития, как бы, да, в этих пустынях, они же будут разрушать. Говорят, нет, ничего подобного. Это продумано, потому что им нужна пресная вода. Они будут, им нужно для поднятия уровня жизни в этих своих районах, они будут охранить эти установки и никого не подпустят. На самом деле, им это тоже выгодно, это поднимет уровень этих стран. Так, значит, дальше. И, ну и как бы завершая, поскольку сегодня называется экспертная сессия, вот я там услышал такой термин, что у них есть Европейский совет Smart Grid. Вот там есть некоторые люди, вот они вот нарисованы как-то, как бы там это профессора, есть там научные сотрудники, они причем организационно, как бы сказать, ну как-то связаны между собой, как-то работают. Ну и последнее, что хочется сказать, вот как бы что-ли в утешении или там как-то что-то такое приятное. Вот последний слайд, следующий слайд, пожалуйста, покажите. Вот один из авторов Smart Grid, ну по его версии он говорит, что один был из авторов вот этого самого наименования Smart применения. Мы спросили, а что такое Smart, как переводится? Он говорит, это никак не переводится, это вот просто красивое слово по версии, что он с женой выбирал автомобиль, вот они как раз думали Smart, и вот им понравилось это слово, они его взяли, к тому же вроде умный, как бы, да? Кто он такой-то вообще, как бы этот человек? Ну вот Михаил Бугольц, называется Миша, нам читал, как бы это, ну там, какие-то курсы лекций. Вот он 48-го года рождения, закончил Московский энергетический институт, значит, сейчас, потом работал в ГДР, потом работал в Сименсе, сейчас пенсионер-консультант, занимается разработкой в том числе вот этих вот идей, которые, ну, ранее озвученные. Вот, то есть, ну и там наши коллеги, когда мы там выступали, ну, когда слушали это, да, у нас там есть там определенные руководители, они сказали, а вот, собственно говоря, а что вы нас учите? Вот вы ездите там на Мерседесах, мы на ГАЗ-66, ну, как бы совершенно неспоставимые условия. Ну, тот же вот автор сказал, что в принципе, говорит, я вот учился в вашем московском институте, у меня жена русская, по-русски хорошо разговариваю, как бы, да, до сих пор, вам сейчас читаю по-русски, я готов учиться, но, говорит, я не виноват, что у вас был застой и так далее, но я что хочу сказать, что все, как бы, вот эти идеи, которые там озвучены, и которые-то представлены, они, собственно говоря, выношены и выращены на нашем нормальном фундаментальном образовании. Так, ну, вот у меня все, пожалуйста, спасибо. Кому-то, если интересно, приходите во вторую секцию, поподробнее обсудим. Спасибо большое, Илья Владимирович, нас там ждут. Продолжение через 45 минут в секциях, пожалуйста, распределяться добровольно. Да, пожалуйста, все пройдемте на открытие выставки. Спасибо. Спасибо.